МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они играют в футбол в полной темноте, на ощупь, и считаются одними из лучших в стране в этом виде спорта. О главном к этому часу расскажут факты в студии Ксения Ермолаева. Здравствуйте. Трагедия в Белореченском районе. Водитель скутера и его пассажирка попали под поезд. Недалеко от кутера Грушовый мужчина попытался проехать на запрещающий сигнал семафора. Машинист не успел остановить локомотив. Грузовой поезд пронесся в тот момент, когда скутер был уже на рельсах. Удар был такой силы, что ехавших на мотороллере швырнуло на обочину. Мужчина и девушка скончались на месте. Очевидцы аварии говорят, что водитель скутера сознательно нарушил правила. При проходе грузового поезда сигнализация работала нормально, автоматика исправна. Легковые автомобили, как обычно, остановились, все положено. Водитель скутера, игнорировав правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, решил проскочить. Подробности смертельного ДТП выясняют правоохранители. Прежде всего им предстоит ответить на вопрос, был ли водитель скутера в состоянии опьянения. Владимира Путина признали самым влиятельным человеком этого года. К такому выводу пришли в американской редакции журнала Forbes. Наш президент получает такое звание второй год подряд. В этот раз следом за ним по оказанному влиянию на мировые политические процессы идет президент США Барак Обама. Третьим стал председатель КНР Си Цзиньпин. В первую пятерку также вошли их папа римский Франциск и канцлер Германии Ангела Меркель. Победители определяли голосованием. Главные критерии это масштаб территории, объем власти, а также число людей, на которых влияют принятые участникам решения. А сегодня Владимир Путин отменил так называемое зарплатное рабство. Президент подписал документ о поправках в Трудовой кодекс и теперь их каждый человек вправе сам выбирать, в каком банке получать зарплату. Для этого нужно в письменном виде сообщить работодателю об изменении своих реквизитов не позднее, чем за пять дней до зарплаты или при желании получить деньги на руки. Закон также разрешает открывать счета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в любых кредитных организациях. Единственное условие – денежные средства должны быть застрахованы государством. Кубанские прокуроры оказались лучше всех, готовы к труду и обороне. В Сочи завершилась российская спартакиада сотрудников прокуратуры. В Олимпийскую столицу приехали более 500 гособвинителей, которые на три дня сменили голубые пиджаки и брюки на спортивные шорты и футболки. Посетила спартакиаду и самый красивый в России прокурор по версии блогеров – это Наталья Поклонская. Сдавала ли она нормы ГТО, расскажет Александр Иванченко. Обычно эти люди по одну сторону – закона, но здесь их разделил Канад. С таким же бескомпромиссным упорством и огнем в глазах, с которым прокуроры обычно стоят на страже буквы закона, они бегут, плывут, тянут, прыгают и жмут. Причем делают это по всем канонам спортивной борьбы. Обвинить гособвинителей в том, что на спартакиаду они приехали просто, чтобы размяться после работы в кабинетах, нельзя. Как пример, прекрасная часть прокурорского состава Краснодарского края – женская команда по волейболу. Полтора месяца девушки тренировались на выходных и после работы, перед тем, как поехать в Сочи. Мужская часть кубанской прокуратуры, пока девушки отыгрывали партии в волейбол и пинг-понг, активно потела с гирями в руках и турником у подбородка. Хотя среди некоторых болельщиков и проскакивала ирония по поводу возможности прокуроров к высокоинтенсивным физическим нагрузкам, последний с потом на лице доказывали. Если надо, могут и мышцами покрасовать, а не только силой мысли. Прокуроры с 24-килограммовыми гирями в руках поражали воображение даже собственных коллег. Спартакеада сотрудников прокуратуры России проходила второй раз и первый в Сочи. Предыдущие игры были еще в Казани в 2012-м. Но после проведения зимней Олимпиады место соревнований в этом году оказалось очевидным. Больше 500 прокуроров со всей России одновременно в Олимпийском парке Сочи, пожалуй, еще не собирались. Именно здесь проходила основная часть Спартакеады. Я уверен, что дух Олимпиады, который без сомнения до сих пор видает в этих стенах, будет способствовать успешному проведению Спартакеады работников публиков прокуратуры. Она пройдет на значайшем уровне. Спартакеада сотрудников прокуратуры по размахам с международным инвестиционным форумом в Сочи или прошедшей Формулой-1 сравниться, конечно, не может. Но это мероприятие – еще один винтик в механизм работы постолимпийского наследия. Каждое подобное событие раз за разом вдыхает жизнь в территорию, где проходили зимние игры. И это движение вперед доказывает – все, что сделано в Сочи, сделано с расчетом на будущее, сказал на открытии губернатор края Александр Ткачев. Здесь очень много, практически каждую неделю проходят культурные, деловые мероприятия, туристические. Там езжает много гостей из-за всех уголков нашей страны. Это и есть то, о чем мы мечтали – постолимпийское наследие. И, естественно, все это стало возможным благодаря четкой, слаженной работе всей государственной структуры. Прокурорные органы по чутким прокурорам прокуратуры. Три дня в Сочи определяли чемпиона в погонах по десяти видам спорта. В конькобежном центре Адлер-арены, где совсем недавно соревновались олимпийцы, прокуроры сдавали нормы ГТО. Таких испытаний в первой «Спартакяде» не было. И результаты этих игр, по словам заместителя генерального прокурора России, показали. Не все на «ты» с нормами готов к труду и обороне. Особенно сотрудники генеральной прокуратуры. Внимание! Давай, давай! Но на этих соревнованиях все же главным была не победа. Сама возможность ощутить себя титулованным атлетом, выступая на олимпийских объектах, для рядового прокурора уже пойдет на пользу. Это для нас действительно очень значимое событие. Такие масштабные соревнования позволяют и помогают каждому из нас не только проявить свое спортивное мастерство, свои бойцовские качества, но и почувствовать командный дух. Я хотел бы выразить искреннюю признательность руководству Краснодарского края и личность губернатора Александра Николаевича Хкачева за подготовку и проведение Спартакеады, которая прошла на высочайшем уровне. Впервые на Спартакеаде и в качестве прокуроров Российской Федерации выступили стражи закона из Крыма. Духовным лидером команды стал самый красивый прокурор страны по версии многочисленных блогеров Наталья Поклонская. В интернете больше известная как «няш-мяш». Сама Поклонская физическими нагрузками в этот раз не занималась, но интерес поклонников от этого меньше не стал. За фото с прокурором Крыма выстраивались в очередь. Сама Наталья активно болела за своих. Мы кричанин, мы едины, если мы не победимы! Но даже с такой поддержкой сборная Крыма в командном зачете не вошла даже в тройку. А вот кубанские прокуроры лучше всех оказались готовы к труду и обороне, победив остальных в сдаче норм ГТО. Труд – это профессионализм, оборона – это патриотизм. И сотрудники органов прокуратуры должны также быть физически сильны, здоровы, для того, чтобы эффективно выполнять свои поставленные задачи. Здесь показывают высокие показатели. И подготовка была также непростая. Результаты на уровне мастеров и кандидатов в мастеров спорта. В итоге спартакиады в командном зачете самыми спортивными оказались прокуроры Приволжского федерального округа. На втором – Уральцы, бронза за Южным федеральным округом. С результатами согласились все. Никаких апелляций и споров, как это часто бывает на крупных спортивных чемпионатах. И что самое главное, отмечают соревновавшиеся прокуроры, абсолютно непредвзятое судейство. В Сочи в отелях высшей категории могут появиться казино уже весной 2015-го. Такое заявление сделал вице-президент российской туриндустрии Юрий Барзыкин. На егорно-развлекательном форуме Russian Gaming Week он рассказал, что первые казино на курорте появятся уже весной следующего года. Размещаться они будут в Олимпийском парке. Это территория горки города или розы хутор. Окончательное решение еще не принято. Его обсуждают представители краевой власти и потенциальные инвесторы из Италии, Турции и других стран. Но одно условие обязательно. Игорная зона должна гармонично влиться в уже существующую инфраструктуру. Нельзя превращать Сочи, и тем более кластеры, будь то прибрежные или горные, только в игорную зону. Она может развиваться в комплексе. То есть как дополнительный сервис, услуга для сегмента потребителей, которые именно нацелены на получение этой услуги. Решение о строительстве игорной зоны в Сочи было принято в июле этого года. Соответствующие поправки к закону об игорной деятельности подписал Владимир Путин. На форуме Олимпийскую столицу назвали самым удобным и малозатратным местом для строительства. Вся необходимая инфраструктура уже действует. А вот над еще одной новой азартной территорией придется потрудиться. Она появится в Республике Крым и тоже в следующем году. На форуме потенциальные инвесторы рассматривали проекты будущих казино и букмекерских контор. Другим фактом. Еще одна памятная дата появилась в российском календаре. 3 декабря страна будет отмечать День неизвестного солдата. Изменения в закон о днях воинской славы и памятных датах России подписал президент Владимир Путин. Выбрали день не случайно. 3 декабря 1966 года в Москве открыли мемориал неизвестному солдату в Александровском саду. Имя героя нашего следующего сюжета пока неизвестно. Это летчик, погибший в битве за Кубанское небо в далеком 43-м. Его и штурмовик, за которым он отправился в последний бой, нашли поисковики в Крымском районе. Ил-2 лежал на глубине нескольких метров. Недалеко от поселка Саугдере крылатую машину подняли из недр. Помогал поисковикам мой коллега Александр Цукаев. Поисковики пытаются достать самолет с раннего утра. Сначала им приходится осушить естественную заводь, расположившуюся над крылатой машиной. Лишь несколько часов спустя старателям удалось приступить к раскопкам. Один из людей с лопатой, известный спортсмен Дмитрий Пирог. Титулованный боксер месяц грязь наравне со всеми. Признается, приехал посмотреть на настоящие раскопки по приглашению знакомых поисковиков. Я очень многое сейчас нового узнаю, как это происходит. Я, если раньше относился, так думал, просто развлечение. То сейчас я понимаю, что это достаточно сложно, тяжелый труд. И, конечно же, очень-очень полезное такое мероприятие. Остатки самолета Ил-2 обнаружили еще несколько недель назад, во время предварительного осмотра территории. Обнаружили воронку, обнаружили небольшую яму и дальше стали копать. Посмотрели, как говорится, сверху для опытного человека, может быть, будет понятна картина. То есть это обломки самолета, это обломки патрубков, каких-то элементов электроники, элементов обшивки. И дальше уже стали копать, и стала картина понятна. Скорее всего, двухместный штурмовик Ил-2 разбился в мае 43-го. Тогда здесь шли ожесточенные бои с участием авиации. По словам поисковиков, всего за один месяц в районе Саук-Дере пропало больше десятка штурмовиков. Сложно говорить о количестве людей, которые находились в самолете, потому что это фрагментированные останки. Все-таки здесь был сильный удар, потом взрыв. И то, что двигатель на глубине 3,5 метра, оно говорит о силе удара. Со временем самолет осел еще глубже. И вот теперь в четырехметровой яме поисковикам по-прежнему не удается обнаружить остов штурмовика. О близости цели говорят лишь найденные мелкие детали и ободряющий писк металлоискателя. Раскопки серьезно осложнил неприметный лесной ручеек. Он уже дважды заливал место крушения, вот оно сейчас находится за моей спиной, превратив землю вокруг самолета в настоящий кисель. Чтобы избежать повторения потопа, пришлось вырыть несколько рвов, направив течение ручья вокруг места поисков. Лишь поздно ночью Дмитрий Пирог и остальные поисковики сумели извлечь из-под земли остатки советского самолета. По номеру его двигателя они уже выяснили, к какой части принадлежал штурмовик. И даже узнали имя погибшего пилота. Из этических соображений его фамилию обнародуют лишь после полной проверки данных в архиве Министерства обороны. Александр Тюкаев, Александр Брыксин, Губань-24, Крымский район. Теперь настало время проверить, что происходит на улицах Краснодара. По информации сервиса Яндекс, загруженность дорог в эти минуты составляет 7 баллов в городе Пробки. Где движение самое плотное, в каком направлении можно смело ехать, узнаем прямо сейчас. А поможет нам в этом картинка с камер видеонаблюдения. Ее нам предоставили в единой городской диспетчерской службе. Как всегда, начинаем с мостов. На Яблуновском двигаются неравномерно. Всем, кто едет этим путем из центра, придется сбавить скорость километров до 15 в час. В обратном направлении едут, конечно же, в два раза быстрее. На Тургеневском мосту поток довольно плотный, особенно в сторону центра. Впрочем, как всегда, здесь можно выжать в среднем 7 километров в час, а на встречной полосе двигаются поживее. Пересечение Северной и Садовой. На светофоре скапливается огромное количество автомобилей. Скорость их минимальная, всего около 4 километров в час. Задержка в пути в среднем минут 40. Перемещаемся на перекресток Красное и Гаврилово. Здесь ситуация очень напряженная. Машины разъезжаются с большим трудом. Разогнаться здесь точно не получится. 6 километров в час максимум. Тут придется потерять больше 30 минут. Теперь улица Сорокалетия Победы. Свободным участок назвать нельзя, но автомобили двигаются чуть-чуть быстрее. Средняя скорость где-то 8 километров в час. Задержаться придется минут на 10. В районе Чистяковской рощи на улице Колхозной видим небольшой затор. Если есть возможность, лучше, конечно, этот участок объехать. В противном случае дорога займет больше, чем обычно. Улица Офицерская. Есть трудности и здесь, но, в общем-то, небольшие. Потихоньку машины двигаются. Пересечение Ставропольской и Старокубанской. Тут движение немного бодрее. Разогнаться получится до 20 километров в час. Но долго стоять здесь не придется. Задержка только на светофоре. Как видим, в краевой столице обстановка на дорогах все еще напряженная. Сложнее всего проехать по Тургенево и Северной. Сервис Яндекс оценивает загруженность на этих улицах в целых 9 баллов. Такая же ситуация и на Ставропольской. Кстати, самый крупный на сегодня затор в Краснодаре зафиксирован на красной. От офицерской до советской продержался он больше 10 часов. А выстроить максимально короткий и быстрый маршрут водителям поможет первое радио. Настраивайте свои автомобильные приемники на его волну и никогда не попадете в пробки. А мы продолжаем не очень радостной новостью для автолюбителей. В следующем году бензин в России серьезно подорожает. Минимум на 3 рубля за литр. Как пишут сегодня ведомости, виной всему новые поправки в налоговый кодекс. Правительство готово повысить акцизы с одного литра моторного топлива. А это, естественно, повлечет за собой рост цен на бензин. Сейчас, по данным Краснодарстата, топливо в крае одно из самых дорогих. В Южном федеральном округе цены на бензин в кубанской столице в октябре были выше, чем в Ростове-на-Дону и Волгограде. Причем касается это всех видов топлива. И ходового 92-го, который стоит в среднем 33 рубля, и дизельного. Сегодня можно заправиться по цене 32,5 рубля за литр. Потребительские цены на автомобильный бензин с начала года повысились на 10,9%. На дизельное топливо на 4,9%. Наибольший рост цен на бензин автомобильный за последние три месяца был отмечен в августе месяце на 1,9%. Впрочем, Министерство финансов считает, что благодаря предстоящему повышению бюджет страны вырастет на 90 миллиардов рублей, а все доходы от нового налога, напомню, будут оставаться в региональных дорожных фондах. От этого выиграет и Краснодарский край, где трафик, особенно в курортный сезон, очень плотный. Мало того, что бензин опять дорожает, сесть за руль стало намного сложнее. Учиться вождению самостоятельно теперь запрещено. Дмитрий Медведев утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Сегодня они вступили в силу. Итак, водители-самоучки не смогут сдавать экзамены. А с автошколами теперь тоже не все так просто. Во-первых, обучение дорожает, а во-вторых, в Краснодаре их осталось всего четыре. Как получить права и не стать жертвой мошенников, расскажет Александрина Санько. Отсутствие вот такого документа приостановило работу 45 автошкол Краснодара. Это заключение, которое выдают только тем, кто прошел лицензирование. Сейчас в городе таких школ всего четыре. Соответствовать новым нормам непросто, а главное затратно. Поэтому многие и не могут начать работу. Даже при всем желании мы не можем себе сегодня позволить коробку автомат, машина стоимостью 500 тысяч рублей. У нас просто таких денег нет. Те же, кто получил лицензию, вложили немало средств в обновление технической базы и работу по новым правилам. Обучение стало дольше и, соответственно, дороже для будущих автомобилистов. Минимальная сумма, которую придется потратить на получение водительских прав, выросла в два раза до 30 тысяч рублей. Платить по новым расценкам теперь придется и Юлии Кудрявцевой. Она давно хотела научиться вождению. Я готова тратить эту сумму и уже потратила эту сумму на будущее. Я вкладываю прежде всего в себя. И от того, насколько качественная, я получу качественные навыки вождения, будет зависеть дальнейшая, я без преувеличения могу сказать, дальнейшая жизнь моя и пассажиров, которые будут находиться в автомобиле. Тем, у кого новая стоимость обучения вызывает удивление, в автошколах объясняют, на что будут потрачены дополнительные деньги. В частности, по обучающей программе добавились часы, появились ряд предметов, такие как психофизиологические основы деятельности водителя, организация выполнения грузоперевозок на транспорте, организация выполнения пассажирских перевозок на легковом автомобиле. Помимо того, что за дополнительные часы нужно будет платить преподавателям, к инструкторам вождения тоже предъявляются новые требования. Первое – это переквалификация инструкторов, то есть раньше мы проходили обучение сертификата каждые пять лет, теперь будем проходить каждые три года. Значит, добавились часы на обучение вождению с прицепом. Также добавилось вождение в машинах коробки автомат. А техническое оснащение стало одной из самых расходных статей. В автошколе должен быть прицеп, а в учебных классах детское кресло, фаркоп и мультимедийное устройство. Теперь слайд-шоу сменят бумажные пособия. Вот так должен выглядеть класс, оснащенный по новым правилам в автошколе, которая получила лицензию. Но есть и те, которые продолжают работать без аккредитации, говорят полицейские. Поэтому при выборе автошколы инспекторы ГИБДД рекомендуют внимательно изучать документы. Имея желание обучиться на водителя, должны в первую очередь потребовать в автошколе документы, позволяющие автошколе это делать. Это образовательная лицензия и два документа от ГАИ. Заключение и согласованная программа подотопки. Затем, как идет обучение по новой программе, будут следить в Министерстве образования. Что же касается экзаменов, то с сегодняшнего дня уже можно сдавать на автомате. Только сделать это надо будет с третьего раза, иначе следующая попытка будет только через месяц. Александрина Санько, Денис Акулов, Михаил Власенко, Кубань, 24, Краснодар. Сочинский хулиган, напавший на медика, будет наказан. Против 35-летнего жителя курорта, который избил сотрудника скорой помощи, следователи УВД по Адлерскому району возбудили уголовное дело. Драка произошла в конце октября. Тогда машина скорой помощи с тяжелобольным пациентом не смогла подъехать к больнице из-за припаркованной иномарки. Вместо того, чтобы убрать машину, ее владелица позвала на помощь мужа. Он набросился на 25-летнего медика с кулаками. Пострадавшего доставили в больницу в бессознательном состоянии. У него диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Сейчас Драчун находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить срок до двух лет лишения свободы. И сегодня же в Геленджике завершились судебные слушания еще по одному громкому делу с избиением водителя скорой. Владельца Роллс-Ройса Жамарта Каменова неделю назад признали виновным в нанесении легкого вреда здоровью водителю неотложки Игорю Черкасову. А уже сегодня владелец дорогой иномарки подал иск против шофера скорой. Никто там не нужен. Даже свидетели не нужны ни одни. Они, видите, даже свидетелей не приглашают ни с моей стороны, ни с его. То есть там как разбор меня идет. Пытаются мне втручить, что я виноват. Какое решение примет суд Геленджика по встречному иску, станет известно завтра. Оглашение вердикта назначено на половину десятого утра. В полиции Кубани продолжают прославлять настоящих героев. Те, кто потушил пожар, спас утопающего, помог прохожему отбиться от хулиганов. Такие поступки ни в коем случае не должны оставаться в тени, решили полицейские и создали проект, который так и назвали «Поступок». На сайте нашего телеканала можно проголосовать за человека, совершившего своего рода подвиг. Тогда Кубань узнает своих героев об одном из них прямо сейчас. 14 марта в городе Белореченске было совершено убийство. Уже через три часа преступник был задержан. Найти его по горячим следам полицейские смогли благодаря Руслану Князько и Закиру Гасанбегову. Возвращаясь домой после трудного рабочего дня, ребята заметили в кювете машину. Я сколько езжу, я не могу так мимо проехать. Да, мы много по всему южному федеральному округу ездим. Так что останавливаемся везде, помогаем, спрашиваем. Совершенно неожиданно автомобиль сорвался с места, и молодые люди увидели лежащего на земле мужчину. Он был мертв. Ребята сразу начали действовать. Мы увидели, сразу звонить, вызывать, останавливать машину. Да, он сразу побежал вызывать, а я машин много, тормозил. Ну, не знаю, где-то 20-я машина только остановилась. Остановив машину, Руслан попросил водителя догнать и сообщить ему по телефону номер уехавшего автомобиля. Уже через несколько минут ребята сообщили номер машины полицейским, и в результате преступник был задержан. Инстинкт какой-то, ну, как помочь. Чтобы нашли быстрее, кто это сделал, чтобы не было, остался без наказанных. Мы делали это не ради благодарности, а, ну, как, для себя. История со стрельбой Михаила Пореченкова сегодня получила продолжение. Актеру припомнили визитка полченцам в Донецк. Сразу после спектакля в Московском театре имени Чехова Пореченкову бросили под ноги пистолет. Игрушку кинула на сцену некая активистка. Актер отреагировал довольно спокойно, заявив, что зал аплодировал ему, а не хулиганке. Напомню, несколькими днями ранее в одном из интервью Пореченков заявил, что кадры, на которых он стреляет из пулемета в аэропорту Донецка, были постановочными, а патроны – холостыми. Тем не менее, въезд в Украину ему теперь запрещен. Спектакль для слабовидящих детей впервые покажут в Сочи. Постановку под названием «Вольки» Московского театра имени Булгакова представят на 14-м международном детском фестивале искусств и спорта «Кинотаврик». В этом году в Сочи на ежегодный детский фестиваль приехали более 200 юных дарований из всех уголков России. Творческие состязания проходят в нескольких номинациях – вокал, хореография, мода, театр-мюзикл, кинодебют, индивидуальные выступления и спортивные соревнования. К нам приехали Владикавказ, город Грозный, конечно, очень много участников Краснодарского края, Сочи. Мы всех всегда очень рады видеть, гостеприимно принимаем. И у нас очень разные ребята. К каждому мы находим личный подход. На репетициях мы стараемся по максимуму сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, впервые выходя. Некоторые впервые выходят на такую большую сцену театра зимней. Среди участников фестиваля дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов, школ, интернатов, талантливые ученики вокальных, музыкальных, театральных студий. В этом году в номинации «Кинодебют» впервые представят свои работы детские любительские киностудии «Края». Кадрик из Краснодара и анимационная студия «Комб» Кущевского района. А в номинации «Вокал» выступят воспитанники сочинской творческой школы «Смайл» и краснодарской школы-интернат народного искусства для одаренных детей имени Виктора Захарченко. В составе жюри «Кинотаврика» известные композиторы, хореографы, актеры, модельеры, продюсеры, режиссеры. Итоги по всем номинациям конкурса подведут уже 7 ноября. В Зимнем театре состоится торжественная церемония награждения и концерт. В Краснодар прибыли летающие хищники. Пантера и леопарды парят под куполом цирка. Основой юбилейной программы «Золотой сезон» в город приехали Наталья и Андрей Широкаловы. Представления уже показывали в Москве и в Сочи, а теперь краснодарцы. Оценят номера лауреатов и победителей международных конкурсов, клоунов, акробатов и дрессировщиков. «Лошади молодцы, дрессированные, такие красавцы, хорошо лошади отработали. Да? И клоуны красивые, молодцы. Клоуны хорошо отработали. Так что, в принципе, понравилось на программу сегодняшнюю». Изюминка программы «Номер с хищниками» – дрессировщики искусно лавируют между пастью тигра и пантеры. «Все вот эти вот какие-то передряги, все вот эти неустройства, сложности с переездами, с этими вот, с бытовухой, они все уходят на какой-то там очень далекий план, когда ты выходишь в манеж, и у тебя полон зал, и ты слышишь вот это вот «Вау!». Программа «Золотой сезон» посвящена 95-летию российского цирка. В Краснодаре ее можно будет увидеть по выходным до 7 декабря. «Новое чудо света, которое появилось в китайском зоопарке Гуанчжоу, показали публике. Так жители Поднебесной назвали факт появления на свет сразу трех детенышей панды. Они родились в конце июля, но настоящей сенсацией стало то, что, несмотря на прогнозы врачей, им удалось выжить. Сейчас во всем мире насчитывается около 1600 панд. В неволе они практически не размножаются. Большая часть детенышей умирает сразу после рождения. Мы проводили осмотры каждый день, проверяли развитие мышц и цвет шерсти. Условия для них были просто идеальны. Сейчас здоровью тройни ничего не угрожает. Детеныши находятся вместе с мамой. Ее зовут Юхау. А вот малышам клички еще пока не придумали. Есть сигнал. 55 лет назад при Краснодарском краисполкоме начал работу Краевой комитет по радиообещанию и телевидению. Это значит, что именно тогда и родилось наше телевидение. Правда, ноябрь 1959-го – это официальная дата начала вещания. До этого были несколько пробных эфиров. Маргарита Аветисян изучила историю кубанского телевидения и нашла по-настоящему уникальные кадры. И узнаете, какие революции были приняты, если больше, в Балтии. Эти черно-белые кадры – первое, что увидели в эфире кубанского телевидения жители нашего края. Легендарная лента знаменитого режиссера Михаила Рома «Ленин в октябре». Патриотическое кино о вождей мировой революции и организованном им восстании. Пленка с копией этого фильма до сих пор хранится в архивах Кубанькино – главного кинохранилища нашего края. Правда, признаются механики, ленту эту с полок достают и крутят очень редко. Но кому захочется смотреть настолько старое советское кино? Я-то пришел на телевидение, когда ему исполнилось пять лет. Но это уже огромный срок. Представляете, для таких молодых людей, как вы, это целая вечность. Историк кубанского телевидения Владимир Рунов вспоминает, как это самое телевидение, собственно, и начиналось. В 1951 году команда энтузиастов поехала из Краснодара в Москву за опытом. В столице к тому времени научились делать передачи, выходить в эфир и даже работать с ПТС. Вот, кстати, как выглядела передвижная телевизионная станция больше 60 лет назад. Наше кубанское телевидение начинали делать люди далекие от профессии журналиста. Это были и врачи, и техники, и актеры. А телевышку в крае вообще строили всем миром. Больше десятка крупных колхозов собрали деньги и началось. В отличие от сегодняшнего телевидения, то телевидение, оно работало только в режиме оптимизма. Понимаете, наша жизнь лучше всех. Мы веселые кубанцы, любим песни, любим танцы. И, в общем, короче говоря, это был, безусловно, праздник. Фильмы и концерты – вот что сначала выходило в наш региональный эфир. Первый событийный материал был репортаж о первомайской демонстрации. С тех времен нам мало осталось кадров, но все сохранившееся уникально. Вот, к примеру, так появлялось Краснодарское водохранилище, наша всезоюзная стройка. Вот съемки, на которых легендарный Василий Пустовойт, дважды герой соцтруда, человек, научивший Кубань выращивать подсолнечник, и Петр Лукьяненко, автор многих сортов пшеницы. А вот присяга курсантов в Новороссийске. Вступая в ряды курсантов, перед государственным флагом СССР присягаем на верность Коммунистической партии Советского Союза и Советскому правительству. Героями репортажей были ударники. На стройках, на заводах, на фермах. Это был стандарт. Не только для Кубани, а для всей страны Советов. Наверняка каждый п***й, эти кадры из знаменитого фильма «Москва слезам не верит». Мы с вами находимся в цехах этого знаменитого завода. Это Катя Тихомирова, единственная девушка на заводе. Люди, работающие в кадре, отдельная история. Кубанские дикторы проходили жесткий отбор. Это должны были быть красавицы с безупречной дикцией. На этой фотографии легендарная Валентина Баронова. Первая, как сказали бы сегодня, ведущая новостей. Ее мастерству многим бы поучиться, рассказывает Александр Солодовник. Телеоператор с огромным стажем, он поработал, пожалуй, на всех видах камер. И может сравнить. Сегодня с современным оборудованием у телевизионщиков не работа, а сплошное удовольствие, говорит Александр Борисович и вспоминает, как снимали раньше. Камеры большие, не было трансфокаторов, были турелевые по пять объективов на камере. Ну, вы знаете, когда вот трудности, они помогают это чему? Фантазии. Мы начинали придумывать, мы могли, если тяжелую камеру, взять на носилки, поставить и проезд такой сделать. Теперь в студии, где работает Александр Борисович, и камеры другие, самые современные, и стены плазменные. На них выводится картинка. Кубань-24 сегодня единственный краевой телеканал с собственным круглосуточным вещанием. Новое оборудование, несколько студий, профессиональный коллектив, сеть корпунктов по краю, собственная ПТС. В этих темных и длинных коридорах государственного архива Краснодарского края чего только не найдешь. Правда, зайти сюда может не каждый. Под контролем архивариуса мы, наконец, попадаем в самый интересный для нас отсек. В отличие от других, здесь на полках уже не бумаги. Вот здесь, справа и слева от меня, вся история кубанского телевидения в пленке. Сюжеты хранятся вот в таких железных коробках. Они называются яуфы. Внутри каждой из них боксы, в которых и хранятся пленки. Вот открою сейчас одну из них. Вот эти пленки. Вот, к примеру, один из сюжетов. Митинг на комбинате «Новоросцемент». Это 1977 год. А вот так стали хранить сюжеты к концу 90-х. Эти кассеты называются «Бетакам» и «Девикам». Но сегодня уже и эта пленка уходит в прошлое. И на смену ей приходят мощные компьютеры. Поэтому, если лет через 10 кто-то решит сделать сюжет об этом дне, то весь от снятый нами сегодня материал будет храниться здесь. Маргарита Виттисян, Михаил Бойправ и Игорь Звинаревский. Кубань, 24. Гонять мяч на слух. Спортсмены из Армавирской школы-интерната готовятся к первенству России по торболу. Так называется футбол для слабовидящих или полностью незрячих людей. В этом виде спорта кубанские спортсмены считаются одними из сильнейших в России. Убедилась в этом наш корреспондент Юлия Кишинева. В Армавире Данил Исай знает каждый уголок. Слабовидящий, но по городу он передвигается без сопровождения. Родители с детства воспитывали быть быстрее, выше, сильнее. Мне прививали эту уверенность. Они воспитывали во мне личность, которая не будет бояться, которая будет на голову выше даже обычных здоровых людей. Большие амбиции привели подростка в спорт. Профессиональный. Хотя, казалось бы, при его зрении, а Данил различает лишь силуэты людей, о какой спортивной карьере могла бы идти речь. На стадионе такие, как он, могут бегать лишь с поддержкой более зрячего спортсмена. Но все меняется, когда Данил заходит в спортзал, где из человека с ограниченными возможностями превращается в игрока сборной России по турболу. Все люди, которые играют в голбол, либо турбол, игроки, должны быть в равных условиях. Эта маска полностью светонепроницаема. То есть я сейчас ничего не вижу. В турбол играют в абсолютной темноте, ориентируются только по звуку. Правила просты. Команде из трех человек надо забить гол противнику, при этом не задеть специальные веревки. Соперник, в свою очередь, ловит или отбивает мяч, ложась на пол. О том, что он приближается, спортсмен понимает по звуку. Внутри мяча спрятаны колокольчики. На специальных веревках, которые расположены в центре зала, также закреплены небольшие колокольчики. Когда мяч ударяется об веревку, колокольчики, естественно, звенят. Это говорит о том, что будут бить пенальти. Каждое движение спортсмены делают на ощупь. Руками определяют свою точку. Небольшой черный коврик. О том, что места заняты, игроки сообщают капитану, постукивая по полу. Но нужно быть громким для своих и тихим для соперника, чтобы тот не смог определить твое местоположение. Мы слушаем, где противник получается, и пытаемся сконцентрироваться, чтобы попасть либо под штангу в короткую диагональ, либо в длинную диагональ. Либо сделать силовой удар, чтобы противник не успел лечь. В турболе есть место и девушкам. Причем кубанские спортсмены считаются одними из самых сильных в России. Несколько юношей и девушек входят в национальные сборные страны. На чемпионате Европы мы заняли первое место. На чемпионате мира он проходил летом в Финляндии. Мы заняли второе место и попали уже на паралимпиады. То есть мы в 2016 году летим в Бразилию. Пока еще не верю в это. Знаю, что нужно в два раза больше работать и больше усилий к этому прикладывать, чтобы чего-то еще большего добиться. В этом спорте для слабовидящих есть две разновидности – торбол и голбол. Лишь второй входит в число паралимпийских видов. Принцип игры один. Немного отличаются правила. А вот площадки для занятий голболом на Кубани нет. Поэтому, говорит тренер команды, приходится изобретать. Для голбола мы наклеиваем голбольную, которая представляет из себя отлипкую ленту. Вот этой отлипкой лентой шнур толщиной 3,5 мм. И вот уже по такой отразметке ребята ориентируются, находят себя на площадке. Ближайшие соревнования – первенство России по торболу. Они пройдут в Московской области в ноябре. Затем международные турниры и паралимпийские игры по голболу в 2016 году, которые наши спортсмены обязательно хотят выиграть. Юля Кишинева, Эдуард Тараканов, Кубань, 24, Армавир.